Финальная десятая серия умудрилась компенсировать все то, чем были недовольны фанаты. Там и возвращение старых персонажей, и ответ на один из больших вопросов сериала, и, наконец, продвижение по общему сюжету, и очень сильная последняя сцена. Пришло время последнего обзора в этом сезоне. Четвертый сезон, несмотря на все свои недочеты, закончился на довольно высокой ноте. Мы получили нового главного персонажа, а Рик остался один от слова. Совсем. В последней серии количество информации на минуту просто зашкаливает, поэтому пройдемся по порядку. Прямо с первых кадров нам дают понять, что эпизод посвящен клонированию Бет. Последний раз эта тема поднималась в финале третьего сезона, а само клонирование в предпоследней серии того сезона. Тогда нам не ответили, клон ли наша Бет, да и было ли клонирование как таковое. Теперь, спустя ровный сезон, мы, наконец, знаем ответ на один из этих вопросов. Клон действительно существует, но не ясно, кто есть кто. Забегая вперед, раз уж мы не знаем, кто из них клон, будем их звать Бет и Боба Бет, поскольку ее шлем в начале уж сильно напоминает шлем Боба Фетта и Мандалорца. Боба Бет натворила каких-то дел в Новой Галактической Федерации, о возвращении которых мы, опять же, узнаем за эти первые минуты. А потом, во время визита к врачу, выяснило, что Рик оставил у нее в шее какое-то устройство. Доктор предполагает, что это бомба, которую батя запрограммировал на взрыв, если Боба Бет решит вернуться домой. Ей эта новость не очень понравилась, поэтому она отправляется убивать Рика. Мы возвращаемся к Смитам, которые мирно сидят за столом. Бет предлагает всем сходить с семьей к психологу, соглашаются все, кроме Рика. Сложно забыть, от чего довела его нелюбовь к психологам, будучи огурчиком Риком. Он попытался солить с помощью ремня невидимости, но Морти его спалил. Подмеску Рика дает ремень Саммер, потому что тогда у его внука будет бомбить, из-за чего между братом и сестрой начинается легкая вражда. Перед уходом Рик насолил еще и Бет с Джерри, обвинив их в неумении контролировать детей. Правда, Джерри внезапно поумнел и сразу распознал попытку тестя рассорить его с женой. Если суммировать, Рик не хотел говорить про свои чувства и вместо этого поссорил всю семью. Классика. Кстати, сам Джерри с куклой носком напоминает бобер. Но ему не удается уйти от своих эмоций, потому что в гараже его ждет Боба Бет. Она время почем зря не теряла, поэтому за прошедший сезон успела стать супер воином, способным одолеть Рика. Причем она очень изобретательна и расчетлива, потому что была готова к этой встрече и возможным ходом отца. Рик прижат к стене и ради спасения собственной шкуры ему приходится сказать Боба Бет, что она настоящая, а Бет – клон. А заодно он объясняет, что устройство в шее, по идее, должно передать воспоминания клона оригиналу, а потом испепелить его. То есть, да, это была бомба с дополнительными функциями. Прояснив взрывные вопросы, Боба Бет, поскольку считает себя настоящей, решает восстановить связь с отцом, и они идут выпить. За стаканчиками происходит небольшой конфликт. Рик осуждает героизм дочери, потому что он бессмысленен. Все хотят ее захватить. Фишка в том, чтобы победитель оставил тебя в покое. Боба Бет, в свою очередь, осуждает безразличие отца и говорит, что тот забил на все, и она не хочет стать такой же, как он. Еще интересный момент. Рик критикует дочь за то, что ее приключения похожи на Звездные войны, а она отвечает, что будет почаще пукать, намекая на то, что Рика и Морти от Звездных войн по сути отличают только сортирный юмор. Тут внезапно начинается нападение НГФ на землю, они прилетели за Бет, Рик мгновенно начинает переживать за нее, и этим выдает, что Боба Бет не настоящая. Она снова хочет его убить, но Батя замораживает дочь и летит спасать другую дочь. Мы знаем, что запутано, но пока все вроде понятно, что вы. В это время Бет сидит у психолога, туда прилетает Тэми, Бобеха птичьей личности, но здесь вот кибер птичья личность, или же Феникс личность, и между делом дает Бет понять, что она клон. Пока Джерри пытается кого-то спасти своими хэями, Рик уже тут как тут, делает пиф-паф, посылает психолога куда подальше. Я не обсуждаю проблемы, я их испепеляю, все в машину. И все в безопасности. Или нет, потому что теперь за ними гонятся НГФ и Боба Бет в придачу. Джерри хочет свалить куда подальше, классика, но Рик не может бросить своих внуков. Между делом, он убеждает Бет в том, что она настоящая аргументирует о тем, что хотел себе космическую дочь, поэтому создал клона. А заодно, Рик выдает, что у Бет в шее тоже есть бомба. Та в ярости больше не доверяет отцу и хочет поговорить с клоном, поэтому пытается вырвать управление кораблем. Джерри снова старается помочь своим хэй, но в итоге все оказывается на земле. Там Бет и Боба Бет наконец встречаются, обмениться комплиментами, ссорятся с Риком и попадают в лапы Тэмми. Пока все дрались и бегали, Саммер и Морти тоже не сидели без дела. Сначала ремень невидимости стал для них яблоком раздора, потому что оба хотели осуществить свои грязные фантазии. Но как только появилась угроза жизни одного из них, брат с сестрой тут же объединяются и мгновенно побеждают противника силой мысли. Каким-то макаром они прилетают в нужное место в нужное время и спасают Рика и Джерри. Им ничего в общем-то не угрожало, если бы не разыгралось эго ученого. Но у того были на это веские причины. Мы настолько привыкли, что Рика пытаются убить или схватить каждый второй обитатель вселенной, что не заметили, как это перестало случаться. Про него как-то забыли. И Тэмми раскрыла тайну. НГФ, да и все остальные просекли, что если оставить Рика в покое, то он не будет представлять угрозы. Грубо говоря, враги списали деда со счетов, что не могло не задеть его гигантское, но тонкое эго. Рик провоцирует Тэмми. Та вот-вот его прикончит, но на помощь приходит Саммари Морти. Теперь Смитам предстоит спасти двух бет из лап НГФ. Рик нехотя объявляет, что они отправляются на место в Звезду Смерти, которая уже потихоньку начала уничтожать Землю. Кстати, об уничтожении планеты. Я бы не рекомендовал вам вкладываться в Звезду Смерти от Новой Галактической Федерации. Дело в том, что эта машина не так хороша в стирании населения с лица планеты, как кажется. Убивает она с помощью направленного луча, который испепеляет все, кроме джинса. Отсылка на Вайна Миров. В одном кадре мы видим, как луч плавно проходится по улице. Из этого мы можем рассчитать, какую площадь он обрабатывает в секунду. Если взять, скажем, 50% от суши Земли, предложим, что заселена лишь половина, и это очень приблизительно, это 22 миллиона 500 тысяч квадратных километров. То для полного уничтожения человечества этим лучом понадобится 39 тысяч лет. За это время можно изобрести собственную Звезду Смерти, без всяких тайных взрывоопасных шахт. Но вернемся к Смитам. Спасательная команда разделяется. Морти и Саммер идут спасать человечество от очень долгой гибели. Рик бежит на помощь дочерям. А Джерри ищет способ справить нужду. В заточении у Бет и Боба Бет, наконец, появляется шанс пообщаться. Они тут же начинают стыдить друг друга. Оригинал Шеймит копию за то, что та бросила семью и летела в космос. А копия Шеймит оригинал за то, что та вернулась к Джерри и не борется за свои мечты. По сути, эти обвинения олицетворяют выбор, перед которым оказалась Бет, когда батя предложила сделать клона. В разговоре даже мелькает признание Бет в том, что ее главная мечта – получить одобрение от отца. Вражда длится недолго, потому что Рик снова отказывается говорить, кто из них клон. Поэтому они объединяются, чтобы его убить и сбегают. Дальше у нас по плану много экшона. Возвращение птичьей фениксовой личности и его битвы с Риком, в которой тот чуть не погибает. А еще мы узнаем, что дед планировал умереть в Венеции от рук Карлика в плаще. Сам Махач напоминает Махач из Человека из Стали, между Суперменом и Зодом. Еще присутствует X-Ray в стиле Mortal Kombat. Тем временем Бет и Боба Бет пробиваются через Орды Жуков, а Морти и Саммер с помощью джинсов уничтожают Звезду Смерти, потому что Галактическая Федерация стала Галактической Корпорацией и создала свое оружие при спонсорстве производителя штаммов. Потом все экшон объединяются в один, где фениксовая личность держит всех на мушке, но внезапно на помощь приходит Джерри и его новообретенная соображалка. Заметим, что это уже второй раз за последние две серии, где Рика чуть не убивают, но его спасает семья, роляй в кустах. Победа, фанфары. Смит возвращается домой, где с радостью принимают Боба Бет в семью. Рик предлагает всем открыть тайну, кто из Бет клон, но... Всем насрать! При любом исходе ученый повел себя как ужасный отец, ведь он решил не знать, кто на самом деле клон, поэтому Бет и Боба Бет просто уходят от него. Джерри всегда была по барабану на выходке Рика, а вот Морти и Саммер рады появлению второй мамы, плюс не хотят потакать деду. Внучка прекрасно формулирует, по сути, мораль всего сезона. Да, не втягивай нас во все это, потому что теряешь контроль. И вот наступает момент истины, но мы не узнаем, какая из Бет настоящая. Вместо этого выясняется, что Бет решила обратить сложный выбор, перед которым ее поставил Рик, против него самого. Впервые в жизни я жду от тебя решения. Мне остаться в твоей жизни или уйти? Решай, какую дочь ты хочешь. Но Батя не знает, что он хочет и что будет лучше для его дочери, поэтому он выбирает не делать выбор. Этим он, по сути, не только лишил Бет выбора, но вообще лишил ее голоса. В этом вопросе Адав все на волю рандомной вселенной. Он просто не мог вынести вес знания того, кто из Бет его дочь. А еще вес знания того, что он сделал. Поэтому он стер даже воспоминания о клонировании. Да, Рику пришлось признать, что он плохой отец. Но главный панч-лайн, слово панч в прямом смысле, в том, что он остался совсем один. От него ушел его главный напарник, потому что Рик буквально изжил его своими требованиями. От него ушли обе дочери, потому что ему на них по барабану. От него ушла вся семья, потому что он постоянно ее рушит. От него ушел лучший друг, потому что Рик виноват в его смерти. От него ушли даже его враги, потому что они просекли фишку и больше не парятся. Рик остался совсем один. Настолько один, что ему даже гараж покидать незачем. Последняя серия богата на события, а главный смысл, по сути, изложен на поверхности и проговаривается вслух. Финал получился опустошающий настолько, что трудно понять, что будет дальше. Продолжится ли привычное нам приключение? Может быть теперь сам останет напарником Морти? Или Боба Бетт заменит Рика, пока тот будет корректировать свой характер? В любом случае, Рик оказался вне уравнения. Поэтому один этот эпизод полностью поменял настроение всего сериала. И теперь нам остается только ждать. Сцена после титров это просто прикол с ремнем невидимости. Джерри бросает этот ремень в урну, его подбирает мусоровоз. И внезапно он становится невидимым. Что странно, ведь ремень же должен действовать на живые, одушевленные объекты. Получается, что и урна должна была стать невидимой, но нет. Джерри решает покататься на нем, а заодно и повершить правосудие. Сериал в прямом смысле кричит нам, что это типа новая франшиза. Но до момента пока не закончится бензин. И Джерри такой... Конец 10 серии и до встречи в пятом сезоне.